Недавнее предложение Путина о готовности поделиться опытом выхода из кризиса заинтересовало как отдельные ведущие страны мира, Венесуэлу, Зимбабве и даже КНДР, так и целые международные организации, например, ООДС или Организация Около Дупных Стран. Рывок из кризиса оказался настолько мощным, что ему стоя аплодируют пингвины Антарктиды, и ведь кто-то все же начнет использовать подобное. Например, опыт Совка решилась использовать Куба, и все знают о том, каких невыносимых успехов там удалось достичь. Опыт РФ, правда в другом ракурсе, успешно переняла Венесуэла, и граждане этой замечательной страны все поголовно сделались мультимиллиардерами. Кто-то слышал, чтобы Илон Маск оставлял миллиард чаевых. Но хорошо, в прошлом было такое, чтобы Рокфеллер отвалил поликмахтерше или официанту миллиард на чай. Нет, а в Венесуэле легко. Любой может себе позволить, не моргнув глазом. Или взять пример поближе. Беларусь. Только Лукашенко стал все делать по образу и подобию того, что говорит ему хозяин, и на тебе уже готовится вводить чрезвычайное положение. А все почему? А потому что в Беларуси стало сразу чрезвычайно хорошо. Ну и в самой РФ есть чему порадоваться. Например, все выходные в сети ходили рассказы с фото о том, что в Томской области РФ вышедшие из кризиса граждане разобрали на дрова недавно построенный общественный многоочковый туалет в русском стиле. Жители решили, что пока он относительно новый, не нужно будет сильно оттирать доски перед тем, как применить их в хозяйстве. Это не шутка. Такое пишет их пресса. Большинство россиян продолжают экономить, в том числе на развлечениях, покупке новой одежды, походах в кафе, отпуске и другом. 7 из 10 потребителей 71% продолжают экономить тем или иным способом. Ограничивают себя в развлечениях вне дома 68%, покупке новой одежды 67%, походах в кафе и рестораны 61%, ежегодному отпуске 54%, покупке еды на вынос и доставке готовой еды 46%, покупке электроники 41%. Тут мы обращаем внимание на два момента. Первый, продолжают экономить тем или иным способом, ограничивают себя в развлечениях вне дома. Эти данные подтверждаются не только результатами опросов, но и косвенными сведениями. По данным МВД в РФ, резко возросло бытовое насилие. Пришлось даже вносить изменения в Уголовный кодекс, смягчая ответственность за эти преступления. Ведь всего через несколько месяцев вся РФ могла бы оказаться на зоне. Но нам интересно это лишь в плане того, что россияне действительно экономят на всем, чтобы тратить деньги на еду. Но и с этими тратами скоро может возникнуть косяк. Они уже носились с тем, что резко подорожало растительное масло, сахар и ряд других продуктов. Но это были только мелкие штрихи выхода из кризиса. Скоро у них будет куда более широкий выбор того, на чем они смогут успешно экономить. Пожар инфляции продолжает расползаться по российской экономике, суля новые проблемы потребителям, беднеющим практически без перерыва семь лет подряд. Вслед за овощами, крупами, сахаром и маслом в России может резко подорожать хлеб. Пекарные заводы столкнулись с подорожанием всех видов сырья, упаковки и транспортировки, а госдотации, введенные в январе этого года, оказались меньше ожиданий. Вместо полной суммы власти решили сэкономить и начали платить частями. Кстати, это как раз и есть методы, которыми Путин выводит всех из кризиса. Обещали одно, дали другое, ну а в конце концов получить смогли и вообще третье. А там еще и на соль обещают резко поднять цены. И тогда действительно придется доедать без хлорида натрия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok